Кто-то может поднять и сказать руку Друзья, у меня счастливая жизнь У меня легкая жизнь Я хорошо живу И классно Можно я спрошу? Я в жизни, когда я вот После как мы взрослались мужем И было очень плохо И я думаю, почему я такая несчастная Но в этом несчастье я поняла Какая я счастливая самая Когда тебя как бы Что-то сильно беспокоит И в этот момент ты понимаешь Что у тебя все есть И ты понимаешь Благодаришь Бога за то, что все маленькие вещи Которые есть в твоей жизни На которые ты обычно не обращаешь к жизни Друзья, если мы посмотрим на свою жизнь И в общую картину Мы стали заниматься тяжелой жизни Мы тяжело живем У нас много переживаний В моей жизни много боли В моей жизни много страхов Много желаний Я живу тяжело Лично я вам скажу Моя жизнь тяжелая У меня много было проблем в моей жизни Много боли И сейчас моя жизнь неровная Гладкая, как хочется О которой я мечтал Жизнь тяжелая Жизнь на земле Это место наказания Бога Это не место благословения Мое мышление Проблема в том, что меняется Я не понимаю, где я живу Я хочу построить рай на земле Да представьте, плоскартный вагон Мы передвигаемся с одного города в другой Нам надо проехать ночь, переспать А мы заходим и начинаем садить цветочки Крутить телевизор Устанавливать разведки Фонарь, свет меня Начинаем обшивку делать Какую-то другую Скажут Нет, это неправильно Это ты временно едешь Это не твоя жизнь Твоя жизнь в другом городе Так и мы здесь на земле Это временная жизнь Это место боли Место греха Тожерство Христа будет тогда, когда он придет и заберет свою церковь Когда он придет там, где он будет стараться Здесь этот прекрасный мир со своими технологиями Со своими красивыми вещами Какие Сегодня заезжаю в Лондон Красивый город Красиво смотрю сверху спускаюсь Красивые дома Друзья, но это не ценность Это все будет уничтожено Бог это все уничтожил Это место наказания Бога Какая же прекрасная вечность Когда Бог приготовил то, что для Него не ценно А сделал таким красивым Проблема нашей жизни Это наше сердце Мы в прошлый раз об этом говорили Потому что сказать с нами Мы сейчас с вами размышляем А если бы мы с вами сидели в Запорожье Или в паркере И размышляли Тяжелая жизнь или не тяжелая жизнь Друзья, совсем другая реальность И мне сказали, что вы лучшие ребята У нас не есть Вы вообще шикруете Вы журите У нас же тяжелая жизнь Всегда происходит сравнение И сравнение не подходит для наших сердец Потому что моя личная боль Это моя личная боль Я могу переживать вот такие вещи Которые другим Я просто не могу даже сказать Потому что они меня не поймут Почему я пережила? Что такое беженство? Почему беженство не понимают? Потому что другие люди не переживают А это боль внутри себя Никто ее не знает И только знает тот Кто ее переживает И это боль Друзья, мы сегодня будем говорить Продолжая дальше Мы в прошлый раз разобрали Три места с писанием Дерево, приносящее плоды Помните? Нет доброго дерева Можешь туда прочитать? Нет доброго дерева, которое приносило Было бы худой плод И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый Ибо всякое дерево поднается по плоду своему Потому что не собирают смолы с терновника И не снимают награды с пустами Добрый человек из доброго сокровища сердца своего Воносит добра А вот мы человек из блого сокровища сердца своему Воносит дуре Ибо от избытка сердца, говорят, встали То есть, смотрите, внешняя жизнь Она исходит в нашем внутреннем состоянии Чем наполнено мое сердце Какие будут плоды То есть, если я Мой корень, я дерево, яблонка У меня не может быть ни лоха, ни лоха Правильно? В общей картине А у меня будет результат Моего внутреннего состояния Он будет выражаться наружу Что такое культура? Современная культура, когда мы говорим Творчество Это внешнее проявление внутреннего состояния человека То есть, исходя из внутреннего состояния человека Мы имеем музыку сегодня Имеем у страны Благодаря реформации Вы помните, какая появилась в музыке целое направление После реформации в Европе Классическая музыка, друзья Появился Моцар, Баб, Патковин Это реформация, друзья Это люди, которые переживали обновления и писали музыку И это целая эпоха возрождения музыкального То есть, это внутреннее состояние Он всегда будет выражаться наружу Так и Библия здесь говорит Что то, что вы видите наружу Это внутреннее состояние человека Вы видите меня Это результат того, что у меня внутри Вы можете описать мой характер Мой взгляд, мои ценности Это исходя из того, что у меня на сердце Другими словами А если мое сердце поклоняется Богу Я буду искать того, что хочет Бог Если мое сердце поклоняется материальным ценностям Я буду искать того, что материально важно для меня Я могу это аргументировать, обосновывать И говорить, что это правильно Это классно Ну как это не классно Я смотрю, скажу вам по свое сердце Я могу так вам подвести, что мне нужен бизнес Вы себе не поверите как Забота о семье Я приведу аргументацию Но по сути это мое поклонение Мне нравится бизнес Мне нравится финансовая свобода Друзья, я ее люблю, эту финансовую свободу И для меня поклонение Богу Это когда я вхожу не в финансовую свободу Это когда я вхожу в служение Это сознательный мой шаг В отношении Бога и Его связности Работая со своим сердцем Следующий текст Давайте прочитаем Из Икиля 14 глава Можно мне пищить? Сейчас просто со звуком хочу Кто-то говорит Аня, почитай И посему говори с ними И скажи И так говорит Господь Бог Если кто из дома Израилева Допустит идолу в сердце свое И поставит соблазну честья Своего перед людям своим И придет к пророку То я, Господь Могу ли при множестве идолов Дать ему ответ? Пусть дом Израиле поймет В сердце свое Чтоб все они через свои идолы Сделались чужими идолами Посему скажи Дому Израилу Так говорит Господь Бог Обратитесь и отвратитесь От идолов ваших И от всех мерзости ваших Отстаньте их в сердце ваших Смотрите Когда мы приходим к Богу Или к Божьему человеку В данном случае Безнабеса Надан Пришли к пророку К Езекиеве Бог всегда будет говорить О нашем поклонении сердца Бог будет говорить Что у вас внутри И для него это намного важнее И Божьи цели Обжалованию не подлежат Бог не будет говорить со мной Про мое финансовое благополучие Про благополучие И процветание моей семьи Про какие-то бытовые вопросы Бог будет говорить Что у тебя на сердце И вот этот человек приходит И задает вопрос Почему у нас внешняя жизнь проблема А Бог им отвечает И почему ваша жизнь Внешняя проблема Он говорит А у вас на сердце есть проблема Подожди Господь Вы пришли к тебе Говорить о другом вопросе Я хочу с тобой сейчас Поговорить о другом вопросе Дай мне ответ на мой вопрос Бог говорит Нет Мы с тобой говорим О твоем сердце Что у тебя на сердце Что у тебя внутри Когда мы говорим про сердце Я подразумеваю Всего внутреннего человека Это мысли Размышления Воля Это то что Не видят окружающие Это тот который Я реально Внутри О чем я думаю О чем мечтаю Что я хочу Куда я устремляюсь О чем я С Богом Не внешне А внутренне О чем я разговариваю Где я говорю Боже помоги Любые изменения Моего сердца Если они не Моей жизни И моего поклонения Если они не Производят через сердце Это изменения Дисфункционального Его поклонства В функциональной Привуду приблизительно И верующий человек Который не знает Бога Он живет Соглавом Темценностям Которые у него Уже сложились Правда? В результате Семьи Экономики И грешного сердца У него Это дисфункциональное Иголопоклонство Он живет для себя В основе своей жизни Это я Это я Выливит паразм Функциональное Иголопоклонство Это когда я Узнал Бога Говорю о Боге Я Проповедую Бога Исповедую Бога Но мое сердце Не изменено Оно живет Своими ценностями Та же основа Я Но я ее теперь Вкладываю В функциональный смысл Другими словами Кто не пресчется А домашних своих Кто Хуже не верит Все Ох Боже Я должен пекиться А домашних своих Бизнес Ох Куда я побежал Да И что это Это функциональное Допоклонство Потому что В основе моего Поклонения Стою я Я Центр моей жизни Я Хочу Быть Важным Успешным Перспективным Иметь Тема мира Я хочу быть Защищенным Деньги приносит Защищенность Это правит Моей жизнью Оно меняет Мою жизнь Я живу Уже не для Славы Христа Которую Бог Почит положить мне Я живу Искоряя Свои ценности То есть Мне интересует Место жительства И пошло 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 Все устраивается Вокруг Моей ценности То есть Я живу Вокруг Моей ценности Друзья Я могу Находиться в Лондоне Где по разным Причинам Разные причины Мною управляют Я могу В Киеве Тоже по разным Причинам Важный вопрос Что стоит В моем сердце Что мною управляет И здесь Сейчас мы будем Говорить О видах Сокровища Почитаешь Сокровища Сокровища На земле Где боль Рожа Стреляют И где горы Подкладывают И грозут Но собирайте Сокровища На небе Где ни боль Ни рожа Не стреляют И где горы Не подкапывают И не грозут Ибо где сокровища Ваши Там будет И сердце Ваши Никто не может Служить О господам Ибо Или одного Будет ненавидеть А другого Любить Или одному Станет и сердствовать А другому Не родить Смотрите, Бог говорит, что мы всегда живем для какого-то сокровища. Какая-то ценность для меня очень важна. Я живу для какой-то ценности. Эта ценность управляет моей жизнью. Бог говорит, что не дано двойственности. Здесь не получится быть, как я один в церкви, другой дома. Нет, такого не получится быть. Я всегда живу для какой-то ценности. В данный момент моей жизни я проповедую какую-то ценность. Каждый живет ради какого-то сокровища. Это целостное создание. Бог меня так создал. Животные так не живут, только человек так живет. Он живет для чего-то. То есть, другими словами, человек вкладывает в свою жизнь какой-то смысл. За каким-либо действием идет мое желание, которое управляет мною и меня ведет. Мое сердце, оно всегда активно. То есть, другими словами, начиная свой день, свой месяц, вечер, я всегда вкладываю в какой-то смысл. Я что-то хочу для тебя достичь. Мое сердце контролирует мою жизнь. Не жизнь контролирует мое сердце, а сердце контролирует мою жизнь. Вот приведу вам пример пробка. Один едет, психует, бьет кулаком по рулю, потому что он не успевает. А второй сидит, включает музыку интересно, находит канал и улыбается. Двое обстоятельств, двое опаздывают, но две по-разному реагируют на подобный вопрос. Почему это так? Потому что другая, разные ценности управляют сердцем. Разная реакция исходит от разных ценностей. Сердце всегда пристрастно, оно всегда активно. То есть, я поклоняющий слуга, я не господин, я не управляю своей жизнью, я служу кому-то. Не собирайте сокровища на земле, а собирайте сокровища в небе. Конечно, на земле говорит точно о змеем сердце, о моем отношении, потому что на земле я не могу собрать сокровищ для неба. Это практически невозможно. Это только сердце. То есть, Бог говорит, формируй свое сердце, от него источник жизни. Ты хочешь иметь жизнь, хотя твоя радость, это смысл жизни, это глубина, она находится только в бою. Бог говорит, я – ценность и радость этой жизни. Другую ценность и радость этой жизни нет. Это все подъемка. И следующий текст у нас с Римлянам, первая глава, с 18 по 32 стих. Ибо открывается в небе Божий снега на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину и правду. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог и ее видимо. Ибо невидимо они Бог, вечная сила и любовь и божество. От создания мира через рассматривание творений видимо, так что они безответны. Но как они, познав Бога и прославили его, как Бога, именно с Божиторией, но осветились в умствовании своих. И омрачилось несмысленное их сердце, называя себя внутренним. А безумие и слабые, и в тленном Бога изменили образы, подобные тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Ты предал их Бог, похотя в сердецах их нечистая. Так что они вернули сами свои дела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили сваре, вместо дворца, который благословил вверх, в веке. Аминь. Там дальше интересно продолжается эта глава, до конца главы можно прочитать. Интересно, какая происходит подмена. Смотрите, происходит три подмены. 21 стих. Но как они, познав Бога... 21 стих мы не увидим сейчас, а вот я в своей Питле. Но как они, познав Бога, не прославили его, как Бога и не возблагодарили. Познание Бога, смотрите, первая подмена происходит. Я познал Бога, а потом я не прославил Бога. Не возблагодарил. Это сердечное состояние человека. Мое поклонение, мое отношение к Богу. Как я отношусь к Богу? Можете ли вы с уверенностью сказать, что мировое место первозапывания занимает основную часть вашей жизни? О чем больше всего вы думаете? С этой мыслью вы засыпаете или просыпаетесь. Когда вы находитесь наедине, за рулем и никого нету, вы об этом думаете. О своем отношении к Богу. Как Бог смотрит на мою жизнь и на своих отношениях с ним. Кто может такое сказать? Это поклонение. Вот это поклонение Богу. Когда мы не поклоняемся Богу, начинает меняться наше мышление. 22 стих. Называй себя мудрыми и безумиями. То есть я уже начинаю совсем по-другому думать. Я уже аргументирую свою жизнь. Она уже правильна в глазах моих. Я могу это доказать вокруг. Я уже говорю, что я правильно живу. Моя жизнь правильная. То есть называя себя мудрыми и безумием. Понимаете? Я говорю, что я мудрый, а моя жизнь и мой образ жизни, он обезумевший. Он не имеет под собой ничего, никакого основания. Божьего основания. Глубны. Мое сердце пустое. У меня гнилой плод вообще жить. Если заглянуть в мое сердце и вывести сейчас мое сердце сюда на экран, мне кажется, я брошу в экран этот микрофон и убегу, потому что мне будет стыдно от того, что во мне есть. Это моя сущность. Я нуждаюсь во Христе. Друзья, мое поклонение должно меняться. Называя себя мудрыми и безумием, изменяется мышление. После изменения мышления происходит подмена действий. И слава нетленного Бога, изменили образ посреди их. Подобно тленному человеку, птице, члену и прислыкающимся. Меняется жизнь, меняется действие. Я начинаю жить по-другому. Я проповедую другие ценности, которые прикрыты Богом. Над ними стоит штамп Божьей ценности. Но, по сути, мое сердце толкает их вперед и двигает их к своей ценности. Я уже обманул себя. Мое мышление изменено. То, что управляет моим сердцем, будет неизменно влиять на всю мою жизнь. Моя жизнь, моя стесненная жизнь, моя проблема жизни – это не результат моих обстоятельств. Это результат моего поклонения сердца. Моего мышления и моих действий. То, что правит моим сердцем – это самый важный вопрос, который мы должны задавать себе, исходя из самых важных стратегических вопросов в нашей жизни. Что для меня важно? Мы должны честно себе ответить, что для меня ценно. Где моя защита? Где мой покой? Где моя радость? Где я утешаю? Что меня утешает? Как я снимаю вообще стресс? Кто может рассказать, как он снимает стресс? Друзья, сложный вопрос. Я даже не буду дождаться, потому что я знаю для себя, сложно биваться. Что я делаю? Понимаете? Что ж, понимаете? Я сразу... Да, там идет... Получается, что все равно это в честь Бога идет. Это единственное... То есть ты находишь в чем... Что тебе это верно? Я ищу причину, что меня привернуло, на чему и за чему стресс. Я когда вижу из-за чего, если я это понимаю, то я вообще не знаю, что я сделала. И когда я нашла из чего, я просто делала 20 шаговую программу. У меня вот так. Что меня утешает? Как я успокаиваюсь? Как я успокаиваю свое сердце? И что его успокоит? Что меня радует? По-настоящему радует? Где моя радость? Это все поклонение. Давайте пойдем дальше. Иоанкова 4 глава. Откуда вас рождены радость? Не отсюда, а от рождений ваших воюющих членов ваших. Угу. Иоанкова 4 глава. Это, наверное, такой текст, который заслуживает одной проповеди. Наверное, не одной. Я бы хотел по ней говорить. Это очень практическая тема моей жизни. Почему я гневаюсь? Почему в моей жизни я раздражаюсь на детей, на жену, на окружающих людей? Почему в моей жизни есть проблема общения? Ведь я понимаю, что проблема гневливости, проблема коммуникации – это не относится к тому, что я не умею разговаривать с людьми. Обычно современный мир… Библия говорит, откуда у вас скандалы, проблемы от вашего сердца, от ваших желаний, другими словами, которые воюют внутри вас. Желание – это вожделение. Это желание хотеть. Я хочу, я страстно хочу, я страстно хочу. Я страстно чего-то желаю. Это захватывает мое сердце, меняет мое мышление и впоследствии мои поведения. Я страстно хочу что-то получить, я хочу что-то искупить. Я говорю, жена мне стоит на моем пороге. Да, я хочу поменять новую машину. Жена говорит, а нет, ты кончили, давай квартиру покупать. А я ей говорю, да нет, я вообще не понимаю, что все. Я начинаю конфликтовать, это конфликт. Мои желания двигают меня к тому, что я конфликтую. Неправильное отношение, неправильный взгляд окружающих людей на мое желание. Я восстаю и начинаю защищать свою ценность. Другими словами, я говорю человеку, у меня есть желание, у меня есть свои определенные правила. Я уже называю себя мудрым. Я уже понимаю, что я правильно думаю. Я уже логически сложил свои желания в правильную цепочку, как они должны реализовываться в жизни. А если человек становится на пути этих желаний, я ему говорю, ты стоишь у меня на пути. Я буду на тебя гневаться, раздражаться. Я буду спешен на тебя, потому что ты мешаешь достичь моих целей. Ты моя проблема жизни. А мои желания такие страстные устремления, эпитумия, страстные желания. Что такое эпитумия? Они двигаются только в одном направлении, с большой яростью, с большой силой. Мои желания активны. Я хочу, хочу, дай. Я хочу, я об этом думаю. Засыпая, просыпаясь. Я об этом думаю. А когда серфинг в интернете, я вижу эти желания, которые будут реализовываться. Это моя страсть. Это моя страсть. Да. Согласно этому тексту, Якова 1 глава, 4 глава 1 стиха, может ли меня что-то заставить злиться? 1 час. А? 1 час. Друзья, через плоды мы можем узнать свое сердце. Каждый гнев, он стоит, за ним стоит какое-то желание. Мы можем заглядывать в свое сердце и анализировать себя. Что же происходит у меня внутри? И чего я хочу? И проблема моей жизни это не отсутствие коммуникации, общения. Это проблема моего сердца. Мое сердце хочет, и оно идет. Оно устремляется. Переходя дальше к следующему тексту, хочется ответить на вопрос, кто виноват и что делает? Нам надо менять свое бурное мышление. Давайте прочитаем Афея, снимаем глава, 24-27 стиха. И так всякого, кто слушает слова мои, и исполняйте их, уподобнив мужу благоразумному, который повторил дочь свой на камне, и пошел в дочь, и разлились реки, и подруги первые, и устремились на против, и он не упал, потому что основа был на камне. А всякий, кто слушает все их права и не исполняет их, уподобится человеку и безрассудному, который построил дом на песке. Пошел в дочь, и разлились реки, и подруги ветры, и налегли на дом, и он упал. И было падение великая. Падение великая. Смотрите, каждый человек строит свой дом. Мы каждый человек строим свою жизнь. Начиная от создания праха, мы начинаем строить свой прах. Мы в него что-то вкладываем. Мы вкладываем какие-то законы жизни, мы вкладываем какие-то принципы ценности, и мы строим нашу жизнь. Наша жизнь обустраивается. От начала первого вздоха до последнего. Друзья, и смотрите, что самое интересное, присущее у всех, в нашей жизни, у нас есть шторм. Или льет ветер, идет дождь, у нас идут грозы, и наши дома падают или стоят. Шторм будет сто процентов. Друзья, сто процентов будет тяжелая жизнь. Я не знаю, какой процент из нас уйдет, возможно, от насильственной, уйдет из этой жизни от насильственных действий других лиц. Это реально сегодня в Украине. Это реально, друзья. Возможно, кто-то уйдет из этой жизни в результате долгой борьбы с каким-то раком, с каким-то переживанием, с каким-то больем. Мы не знаем нашу жизнь. Друзья, в нашей жизни много страхов, и много штормов будет у всех нас. Сколько нам принесут наши дети боли, сколько мы принесем боли окружающим. Важный вопрос. Какой фундамент нашего сердца? А наш фундамент сердца, если это не Бог и поклонение Ему, как Творцу и Создателю. Друзья, это всегда будет разрушенный дом. Он будет рушиться. Рушение дома. Я не говорю про падение в серьезный какой-то грех, уход от Бога, сознательные изменения жизни, какие-то более радикальные действия. Побег от проблем. Это тоже разрушенный дом. Я не признаю проблему в своей жизни. Я от них бегу. Я убегаю. У меня конфликтная ситуация с человеком. Я не хочу ее решать. Я просто прекращаю отношения. Мне кто-то не понравился, я прекратил отношения. Это побег от проблем. Это разрушенный дом. Проблемы в браке. Что сразу заявляют в первом же скандале? Супой друг друга. Развод. Что это такое? Это побег. Разрушенный дом. Все. Мы проиграли. Разрушенный дом. Я готов убежать. Я убегаю от отношений с семьей. Я убегаю. Я закрываюсь. И как часто есть такие практики, когда семьи просто живут под одной крышей. Два разных человека с чужими желаниями. Друг друг чуждыми в отношениях. Раздраженные друг на друга. И все, что они максимально делают, это не строят дом заново, укрепляя фундамент отношений. Они борются с тем, чтобы плоды не были заметны друг другу. И очевидно. Это проблема нашей жизни, дорогая. Нам нужен Христос. Нам нужен Христос намного больше, чем мы себе можем даже это представить. Друзья, я в своей жизни когда-то пришел к такому моменту, я не мог понять, почему вокруг меня есть счастливые люди, а я не счастливый. Хотя мне кажется, в той реальности, в которой эти люди счастливы, я бы уже в петлю залез. Вот реально, друзья. Я не мог понять. Я понимаю сейчас, что источником счастья моей жизни это только Бог. Если в моей жизни нет Бога и мое сердце не живет Богом, нет смысла дальше продолжать мою жизнь и строить какой-то дом, который рухнет или который принесет больше разочарования. Друзья, нам надо понять свое сердце. Какой звук издает мое сердце? Он хрюкает или он бэкает? Млеет. Какое мое сердце? На этот вопрос не ответить ни в человеке. Я могу быть внешне нравственным, а внутри иметь такую глубину хрюканья просто страшно. Я могу использовать Божье Слово и вкладывать в него свой смысл, как будто это мое Слово. И жить по нему, как будто это Он истинный. Друзья, мне нужно спасти. Меня нужно спасти. Хочу начинать подводить итог и немножко поговорить, подвести итог этих двух проповедей. Источником поведения моей жизни является сердце. Согласны с этим? Да. Полностью сердце. В моей жизни нет проблем с экономикой, с женой или с мужем, с детьми. Проблема моей жизни – это я. Вы согласны с этим или нет, друзья? Да. А мне бывает кажется, если бы у меня жена не такая же, а у меня была лучше. С чем это кажется вашим? Да? Это бы насчет моей жены, да? Нет. Нет, 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 нет. Сережка, не записывай, ты видишь. Это у меня какой-то враждый и разный. За каждым моим поведением стоит конкретное желание. Это или идолопоклоннические желания, или же Бог управляет ними. Важно понять, что стоит за моим фасадом жизни, какое мое сердце. Основным источником диагностирования этих проблем является Слово Божье. Тоже Слово проникает в мою жизнь, и оно разделяет мое сердце и говорит, что мое правило. Основными средствами благодати и использования в ней моих сердцах, друзья, как непрофессиональное это общение и назидание других духовных личностей. Мы можем читать долгое Писание, но если у нас нет общения вокруг Писания, друзья, его работа будет ограничена. Не надо искать общение, которое меня будет назидать. Не нужен друг, который меня будет наставлять. Не нужен братское общение, которое будет мне помогать, которое будет знать мое сердце. И оно не дадут мне войти в систему, в которой я уже буду мудрым в своих глазах, называю себя безумными и рассказываю, как правильно жить. Но мне нужно это. Мне нужна церковь, которая будет меня поддерживать на вопросе. Божье Слово проникает за фасадом жизни и касается самого сердца. Оно показывает источник проблем, мое рукавое и допоклонническое желание. Не нужно быть глубоким человеком. Это трудно своим сердцем, чтобы подать своему сердцу диагностики, понять, что он его управляет. За каждым нашим сердцем, за каждым нашим желанием могут стоять разные желания. Это действительно, по основе сказать, это я. Я буду как Бог. То есть я буду определять, что для меня хорошо. Я буду определять. Мы сейчас с вами сядем и каждый расскажет, что для него будет хорошо. Знаете почему? Потому что у нас каждое свое сердце. Оно разное. Оно по-разному реагирует. И мне нужно понять, что же управляет моим конкретно сердцем, для кого я жил. Так как человек создан поклоняющимся слугой. Я слугаю. Я живу для какого-то ценности. Я служитель. Я не ценность. Я живу или для Бога, или для кого-то другого. И объект моих ценностей всегда будет определяться в моем поведении и мышлении. Поэтому самый важный вопрос. Что управляет моим сердцем? Кто в центре моего сердца? Этот ответ мы можем получить только за самому себе и с этой реальностью к Богу. Заканчивая нашу тему, хочу задать такой вопрос. Любите ли вы? Боитесь ли вы? Доверяйте, слушайте и слушайте Бога. Или же вы любите, боитесь, доверяйте, слушайте из вашего идола, вашего ценности. Которые выбраны и приспособлены мною из мира. Или из других каких-то источников. Богатство, например. Или тема мира. Где я чувствую себя мирно и спокойно. Где я чувствую себя облегченно. Где моя радость? Кто, кому я служу, кого люблю, будет определять мои действия. Люблю ли я Бог, я живу для Бога. Люблю ли я ценности этого мира, я живу для ценности этого мира. А Бог это помощник, который помогает мне его осуществить. Аминь. Давайте посмотрим все это за вами. Отец, не знаю, мне нужен ты больше, чем вчера, Господь. И я больше вижу свою нужду в тебе, чем вчера, Отец. Я нуждаюсь не просто в прощении, я нуждаюсь в изменениях, Господь. Я нуждаюсь, чтобы ты просветил глаза моего сердца. Чтобы видеть, какими я ценностями жил. Бог, измени меня и прославься в моей жизни. Будь прославлен в этой теме, Господь, среди всех наших сердец. Ты знаешь всех нас, кто взвешиваешь в наши сердца. Я прошу, благослови нас видением нашего в личности сердца. Нашего лицемерного хождения перед тобой. Меня его. Бог прославит, Господь. Благослови нас не жить на праздном этом мире для своих ценностей. Он любит тебя. Аминь. Аминь. Я попросил, чтобы они тоже подошли, чтобы помолились. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Богом и ребят за то, что они все это время были с нами. Как могли, послужили. Танюша тоже очень хорошо нам послужила своим даром. Саша тоже музыкой. Вот. Слава Богу. Видите, всему свое время. Пришло время. Ребята были с нами. Сейчас Бог их ведет другим путем. Много надо сделать в жизни разных решений принять, осмыслений. Но я не буду вдаваться в подробности. Захотите, потом сами подойдете, поговорите. В общем, пришло время. Ну, ребята, большое вам спасибо. Вот. Поэтому за то, что вы были с нами. Второй момент. Приходите еще. Вот. И третий момент. Также вот мы когда встречались, общались, есть такая идея тоже немножечко попробовать, ну, у нас сейчас такая есть идея каким-то образом послужить нашим украинцам, нашим соотечественникам. Ну, и ребята тоже открытые. По крайней мере, по возможности послужить. Поэтому мы не оборщаемся совсем прямо. Ну, как бы, ну, по крайней мере, вот на сегодняшний момент хотим тоже помолиться за ребят, благословить их. И пусть Бог уже даст нам возможность дальше найти там церковь, где они хотят быть, развиваться, иметь духовную поддержку. В общем, ну, в общем, такое время. Хорошо, друзья, давайте помолимся, наверное, да? За Танюшу и Сашу и за их деток тоже помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю тебя за Танюшу, за Сашу, за Алису, за Сашу. Благодарю тебя за то, что ты дал возможность и побыть с нами, и за то, что мы могли послужить друг другу. Прошу, благослови их семью, и всех их сейчас есть немало вопросов, которые надо решать, и семейных вопросов, и с жильем. Иди, Господи, Своей любящий от русской рукой. Благослови также их, чтобы они могли найти и общину, которая могла бы быть для них обогрением и поддержкой. Тебе, Господь, слава за все и благодарность. Отец, снастой дух. Аминь. Аминь. Если есть такая возможность, есть возможность послужить, быть ответственным за наш прекрасный стол. Хорошо, я тогда передаю микрофончик нашей группе прославления, мы споем песню. Или у нас детки? Да, да. А дети еще воскрес на школе. А, мы воскрес на школе. Ну, ну, да. Так что мы сейчас-то решим? Делого ничего не было. Должны были приписать. Да нет, так что. Просто как раз для них. Друзья, давайте... Давайте на следующий раз тогда мы споем. У нас просто была с детками песня. Давайте мы вернемся к вопросам вот этих. Да. Какие из этих текстов? Давайте. Давайте. Может быть... Пять минуток, да? Давайте мы тогда в группу сядем. Вот эти вот вопросы, которые были у Паши, по текстам библейскими. Поделимся друг с другом. Пять минут, да? Да. Пять минуток. Это очень хорошая возможность. Да. Так что, пожалуйста, время. Можете друг с другом поделиться. Два вопроса. На какой из этих текстов вы обратили больше внимания? И что вы хотите изменить свою жизнь, чтобы стать ближе Богом? Спасибо. 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 Спасибо.